всем привет как-то я вам обещал приготовить бульон с оттяжкой прозрачный ну вот этот момент пришел и сейчас я вам его покажу у меня в холодильнике точнее морозильнике уже есть готовый бульон говяжий 2 литра как готовится обыкновенный нормальный бульон ссылку я вам оставлю там ничего особенного нет и поэтому его даже особенно чисто готовить ну просто необязательно так мы его все равно будем очищать значит я взял бульон замороженный из морозилки и отправил его на бумажную салфетку вот в таком виде я отправлю его на ночь в холодильник он мне просто-напросто будет потихонечку размораживаться при разморозке уже часть всей мутности которая имеется в бульоне она останется на салфетке но бульон мы очистим а что дальше но дальше я приготовлю из него прозрачный супчик и покажу несколько гарниров которые к этому супу прекрасно подойдут я приобрел для этого случая очень дешевый грибов под названием сморчки вот такая баночка здесь 30 грамм стоит примерно 13 1350 в евро я точно не помню где-то в этих пределах в россии наверняка можно их купить и намного дешевле можно возможно купить и свежие окно вот этого будет мне достаточно их я отправлю просто в баночку залью холодной водой и отправлю в холодильник точно также на ночь чтобы они у меня стали мягкими а в дальнейшем я их буду наполнять так называемым фарсом тот же фарш только более измельченный с добавлением сливок но все завтра ну вот друзья настал следующий день это тот бульон который процедился а это тот бульон который не процедился здесь принципе видно насколько он чистый тут его даже осветлять не надо но раз мы уже взялись осветлять то будем осветлять полностью смешиваю весь бульон отправляя его в кастрюлю я уже подготовил говяжий фарш я просто мясо сам нарубил как я мог мелко в мелко порезанное мясо я добавляю мелко порезанные овощи лук-порей морковь и сельдерей и добавлю сюда буквально два белка добавление много льда буквально две горсти все тщательно перемешаю и отправлю в бульон отправляю на плиту и на медленном огне начинаю подогревать я заранее уже сварил овощной бульон так как у меня были обрезки ничего особенного буквально два лавровых листа 5 можжевеловых ягод 2 гвоздики мытые обрезки от овощей это сельдерей лук-порей и морковь и 2 чайные ложки соли этого делать не обязательно но я считаю что если у меня все это есть то я это буду использовать все дальнейшие действия можно было сделать просто с кипяченой водой в дальнейшем из очищенного бульона я приготовлю суп и к супу я сделаю несколько гарниров беру одно яйцо яйцо у меня примерно 50 грамм и 50 грамм или миллилитров молока присаливаю немного мускатного ореха тщательно перемешиваю это своего рода у меня получится омлет в чашку которая предварительно смочил водой накрыл пищевой пленкой и при помощи полотенца чтобы она не липа к рукам утрамбовал добавляю нашу массу для омлета на профессиональном поварском языке в немецкой транскрипции это называется аэрштейх по русски к сожалению я не знаю и вообще я не уверен если аналог название на русском языке омлет накрываю пищевой пленкой в кастрюлю я уже добавил горячую кипяченую воду отправляю чашку в кастрюлю накрываю крышкой и отправляю на плиту примерно на 10 максимум 15 минут мне необходимо чтобы это масса у меня сварилась также в суп у меня пойдут морковь нарезанная соломкой лук-порей черешковый сельдерей который я предварительно очистил экономкой сморчки они у меня за ночь в холодильнике хорошо размякли и вот эту воду из-под сморчков я ее добавил в мой овощной бульон я ее не выбросил грибы обязательно хорошо промыть потому что насекомые имеют такую особенность проникать вот в эти отверстия и там умирать но и не только насекомые эти грибы также очень сильно полны песка чтобы потом дальнейший песок не хрустил у вас на зубах хорошо промойте да чуть не забыл помимо той моркови что у меня есть можно добавить морковь не именно соломкой а скажем сделав такие срезы ну просто у меня есть такой нож и нарезать ну вот по истечении 10 минут омлет у меня готов я его пока открывать не буду пускай у меня так остынет так как он есть а затем я его нарежу на мелкие кубики а теперь я подготовлю фарс говядину я мелко нарезал она у меня еще полумороженое посолю поперчу добавлю сливок и при помощи измельчителя пропюрирую всю эту массу и протираю фарс через сито перекладываю его в кондитерский мешок с насадкой при помощи лопатки фарс уплотняю и наполняю фарсом сморчки остатки фарса выдавливаю обратно в чашку подготавливаю чашку с холодной водой и при помощи двух чайных ложечек предварительно смачивая их воде формирую клецки далее в измельчители подготавливаю массу для фрикаделек мясо присаливаю добавляю панировочные сухари добавляю буквально половинку от яйца и все тщательно перебиваю массу перекладываю в чашку добавляю еще немного панировочных сухарей перчу и тщательно перемешиваю для формирования фрикаделек чашку добавил холодной воды и формирую фрикадельки предварительно смачивая руки в холодной воде бульон мой потихонечку подогревается как вы уже видите вот посмотрите обратите внимание он уже хороший он уже чистый но это еще рано время от времени его нужно аккуратненько лопаткой скоблить по дну только аккуратно это делается для того чтобы белок просто-напросто не пригорел как вы видите вся уже замутненность у нас при помощи овощей мясо и белка хорошо схвачено нужно поварить еще чтобы мясо которое я добавил отдала свою насыщенность а я этим временем от бланширую овощи заранее подготовил миску с холодной водой овощной бульон у меня уже кипит для удобства я воспользуюсь ситом и буду бланшировать овощи в сити чашку холодной водой отправляю лед ну потому что у меня есть если у вас нету можно и без льда все лук-порей готов я его остужаю следующем бланширую черешковый сельдерей сначала бланшируем светлые овощи затем более темные сельдерей готов далее морковь морковь готова но эту морковь точно так же так в эту воду я могу уже отправить сморчки они могут потихонечку отвариваться фрикадельки могу отправить сюда же с ними ничего не случится в этом случае вода сильно кипеть не должна но мне в принципе по идее хватит этого кипения чтобы приготовить морковь морковь готова так мы сюда могу отправить теперь и следующий гарнир то есть как вы видите не обязательно иметь сморчки можно прекрасно гарнир приготовить и без них то есть это и не является обязательным условием я понимаю что мало кто из вас это повторит или соберется повторить но тем не менее мне будет приятно если вы просто посмотрите и увидите как это делается насколько это колоссальный труд поэтому не стоит удивляться что казалось бы обыкновенная тарелка супа стоит сумасшедших денег по желанию можно также отварить и такую лапшу можно сделать ее самому можно приготовить готовую только обязательно смотрите чтобы в составе присутствовало яйцо ну чтобы лапша у вас просто-напросто не разварилась здесь у нас все приготовилась готовилась примерно 10 минут вы можете попробовать никто вас за это по губам не ударит ну вот теперь можно нарезать омлет вот для чего нужна пищевая пленка чтобы его просто легко и свободно вынуть из посуды но здесь нарезайте но кто-то хочет хотите на кубики вот нарежем на такие рауты окно гарнир для супа у меня готов морковь такая виде цветочков лук-порей черешковый сельдереев просто морковь куриная лапша омлет так называемый а я штих с марчки наполненный фарсом фрикадельки и клетки осталось приготовить только бульон и из него уже сделать суп так друзья ну вот бульон готов теперь мне осталось его аккуратненько процедить делать это нужно предельно аккуратно иначе вся ваша работа пойдет на смарку все-то я поместил бумажное полотенце у меня еще есть такой вот сито аккуратненько при помощи шумов очки отправляете все все-то но я буду делать вот так не торопясь потихоньку как вы теперь при помощи поварешки очищаем наш бульон точнее процеживаем наш бульон этот фарш не выбрасывайте из него можно приготовить болоньезы дам буквально еще пять минут постоять чтобы вся жидкость уже полностью процедилась бульон полностью процедился ну теперь наверно чтобы увидеть насколько он чистый сделаю ка я вот так ну вот смотрим смотрим внимательно выигрываем обязательно чистенько красивенько это так и есть называемым концом и только не двойной просто конзом и здесь бы по хорошему удалить и жир но для этого нужно бульон остудить еще раз пропустить через салфетку но я этого уже делать не буду основной принцип вы поняли но я продолжу дальше я перелил бульон в кастрюлю и вот есть конечно какие-то потери из двух литров 200 миллилитров бульона причем я еще добавлял лед осталось всего 1 и 6 литра вот в эти 1 и 6 литра я добавляю 100 миллилитров портвейна если у вас нет портвейна то лучше тогда ничего не добавляйте оставьте так как есть и вот теперь можно добавить соль еще один очень важный момент если вы хотите ваши кунсуме сделать немного острее то ни в коем случае не добавляйте перец либо черный либо белый ни в коем случае иначе вся ваша работа на смарку весь раз очищенный бульон опять станет мутным поэтому если вы хотите сделать острее просто возьмите чили надрежьте его слегонца и опустите в бульон время от времени пробуйте как только почувствую что вам достаточно остроты все вынимаете его выбрасываете ваш бульон готов ну вот и все на соль я попробовал меня все устраивает алкоголь выпарился полностью и мой кунсуме готов теперь я могу приступить к подаче так ну давайте сначала сделаем подачу для супруги ей я подам вот такой вот тарелочки на дно я поместил немного укропа добавлю вермишели как немного омлета овощей и добавлю клетки буквально пять штук хватит ну все для нее готова ну теперь для меня это укроп немного моркови много овощей фрикадельки сморчки так ну и а я штихе вот так вот это должно выглядеть примерно рассчитывать нужно на 200 миллилитров жидкости на человека ну что будем считать что я свою миссию выполнил теперь вы знаете как готовится кристально чистый бульон и даже более того вы знаете как теперь можно приготовить кунсуме но прежде чем вы соберетесь очищать бульон задайтесь для начала вопросом для чего вам это нужно если для консуме тогда да а так ну даже не знаю да и как готовится говяжий бульон ссылку я оставлю как готовится овощной бульон ссылку я также оставлю если вам это видео понравилось можете поделиться им с вашими друзьями а я на этом с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго до новых видео